Осложнение при операции коронального смещения Осложнения могут быть местными, такие как расхождение швов, рецидив, рецессия, обнажение пластического материала твердой мозговой оболочки или свободного деснио-депитализированного трансплантата, гематома, отек Во всех случаях коррекция местных осложнений не проводится В случае расхождения швов мы ожидаем эпитализации и планируем какое-то повторное вмешательство Также при рецидиве рецессии, при обнажении твердой мозговой оболочки или свободного деснио-депитализированного трансплантата Также никаких мероприятий не проводится, мы просто ожидаем полной эпитализации Гематома и отек проходят самостоятельно Общее осложнение при операции коронального смещения Это реактивность на твердую мозговую оболочку, самое выраженное осложнение Выражается оно отеком мягких тканей лица В общем-то может иногда повыситься температура тела Больше никаких осложнений она не вызывает В таким случаях это корректируется назначением десенсибилизирующих средств В случае либо измененного статуса, аллергостатуса пациента Или просто превентивно при применении твердой мозговой оболочки назначается десенсибилизирующее средство На основании данного клинического примера мы сейчас с вами рассмотрим протокол коронального смещения Данный клинический пример будет содержать устранение рецессии в области двух зубов Зуб 1.3.1.2 методом коронального смещения На данном слайде на фотографии вы видите, как измеряется толщина керординизированной и прикрепленной десны в области зенита рецессии Файлом размером номер 40 со стоппером На данном слайде показано, как измеряется глубина рецессии и другие показатели расстояния от режущего края до десны На данной фотографии вы наблюдаете, как после измерения глубины рецессии данный показатель откладывается от вершины анатомического сосочка Там ставится точка И это является началом хирургического сосочка На данном слайде мы видим продолжение выполнения той же манипуляции, что и на предыдущем Мы измеряем глубину рецессии зуба 1.2 Для того, чтобы отложить ее на анатомическом сосочке и отметить вершину хирургического сосочка На данном слайде вы наблюдаете дизайн разреза И начало формирования слизистонаткосничного и слизисторасщепленного лоскута Обратите внимание, что в данном клиническом примере хирургические сосочки сформированы прямоугольной формы Не такие, как мы наблюдали с вами на рисунках, не такие вытянутые, более напоминающие Атомический сосочек Это сделано в данном случае как показательная операция То, с чего нужно начинающим практиковать врачам Потому что данный вид разрезанных хирургических сосочков Вот так вот смоделированных таким образом прямоугольных Будет легче потом сопоставить и ушить Что самое главное, не разорвав этот тонкий сосочек На данном слайде вы наблюдаете подготовленное ложе С расщепленными поверхностями в апроксимальных участках И скелетированная костная структура, апекальные рецессии Соответственно, слизистонаткосничном и слизисторасщепленном лоскуте Остались также апекальные зенитрецессии надкосницы И боковые участки апроксимальные расщепленные Анатомические сосочки деэпитализированы Создана расщепленная поверхность анатомических сосочков На данной фотографии демонстрируется обработка поверхности корня Итак, первично поверхность корня Контаминированная микроорганизмами Особенно при контакте до зоны рецессии С жидкостью полости рта Зубы были предварительно обработаны Ультразвуковым скелером Теперь вы видите демонстрацию нанесения гелия ДТА 17% двухминутной экспозиции На поверхность корня Далее гель смывается обильной струей воды Высушивается поверхность корня Далее поверхность корня аэрированная Обрабатывается зоноспецифической клетой Снимается весь импрегнированный слой Бесклеточного дентина с поверхности корня И далее обрабатывается полировочными Продентологическими уборами Для того, чтобы сгладить поверхность корня И подготовить ее к приему пластического материала Слайд на нем мы наблюдаем Обработанные поверхности корня Они изменились в свете Стали более гладкими Обработка поверхности корня полировочными уборами О которых мы уже говорили выше Нивелирование неровности поверхности корня На снимке перфорированная твердая мозговая оболочка Выкроенная по размеру заданному И уже специально подготовленная Для внесения в операционное поле Фиксированная леофилизированная Твердая мозговая оболочка Простыми узловыми швами К анатомическим Деэпитализированным Межзубным сосочком Фиксация слизь от косичного лоскута Сопоставление Анатомических и хирургических Расщепленных сосочков Двойным Обвивным Кисетным швом С двух сторон В области обоих зубов Ушивание вертикального разреза Непрерывным Обмёточным швом Верхние швы Суппериостальные Результат Через 14 дней На этапе снятия швов Вы можете наблюдать На данной фотографии Увеличившийся объём Мягких тканей Особенно в области Зуба 1,3 Там, где Должны были быть Сопоставлены Анатомические и хирургическим Сосочком Вот эта неровность Она напоминает О том, что сосочки Были сопоставлены Между собой Это результат Который мы наблюдаем Через полтора месяца Но того же Клинического примера Обратить ваше внимание Хочу на то, что Остался один шов Фиксирующий Твердую мозговую оболочку Он почему-то По какому-то Случайности Не рассосался Но мы его доставать Оттуда не стали Вот Её результат Через полтора месяца Наблюдаем Образование Большого объёма Дисневой массы Такой уже Я бы её назвала В области Зуба 1,3 И увеличение Объёма толщины Квертинизированной Дисней В области Зуба 1,2 И также увеличение Ширины Прикреплённой Дисней Зуб 1,3 1,2 Через 3,5 месяца После операции Проведённой Измерение Показателей По Таблице По заполнению Пардентальной Карты Как видите Вот Неровность Бугорок Который имелся Через 2-3 Недели После операции Он начал Выравниваться Рецессии Нивелированы Объём Прикреплённой Дисней И ширина Увеличились Продолжение Заполнения Пардентальной Карты Через 3 месяца После проведения Операции И измерения Объёмов Зубе 1,2 Результат Оперативного Лечения Рецессии Дисней В области Зуба 1,3 1,2 Через 6 месяцев Обращаю ваше внимание На сохранившийся объём И полное нивелирование Неровностей Дисней Которые были Эстетически Как-то могли Не нравиться После Непосредственно Операции Состояние Ткани Через год В области Операции Зуба 1,3 1,2 Объём Сохранён Ширина Прикреплённой Дисней Сохранена Рецессии Нет Наблюдение 18 месяцев После Оперативного Лечения Рецессии Дисней В области Зуба 1,3 1,2 Сохраняется Объём Эстетический Результат В рецессии Устранены Прикреплённая Дисна Увеличена Повторяющийся Тот же результат Что и в предыдущем Слайде С изменённым Ракурсом Результат Клинический Сохраняется Спустя Три года После Проведения Оперативного Лечения В области Зубов 1,3 И 1,2 Объём Дисней В области Зуба 1,3 И 1,2 Спустя Три года Сохранен Результат Рецессии Нивелированный Стабильный Объём Прикреплённой Дисней Увеличен В объёме Стабильный Не спадается Рецидива Нету Прикреплённая Дисна Увеличена В размере На данной Фотография И на этом Слэде Представлена Сравнительная Характеристика Состояния Тканей Перидонта До Оперативного Вмешательства И спустя Три с половиной Года На результате Вы наблюдаете Уполное Устранение Рецессии Увеличение Объёма Прикреплённой Дисней Увеличение Ширины Прикреплённой Дисней Увеличение Толщины Тканей Изменения Биотипа В сторону Его Утолщения